Дорогие друзья, получив редакционное задание, я тут же приступил к его исполнению. Должен вам сказать, что даже в нашем веселом, общительном и жизнерадостном городе все оказалось, как говорит в таких случаях Дональд Трамп, я не ожидал, что будет так тяжело. Да, даже в нашем городе, многие, очень многие, из приблизительно даже не 10, а 15 человек, находится только один, который не боится сказать то, что он думает на камеру. Хотя ничего крамольного в этом нет, даже в самом вопросе. Итак, мне поручено узнать общественное мнение по поводу самого важного, жизненно важного вопроса по мнению нашей власти для всех жителей вильной и независимой. Да, я так подумал, где же найти такое место, чтобы не мотаться по всей стране и даже в пределах одного города не мотаться по всему городу. И нашел его. Да, для начала, что это за город? Ну, естественно, где же собираются все представители всех областей и всех земель Украины в разгар курортного сезона? Ну, конечно же, в Одессе. А где в Одессе можно встретить всех людей, которые в той или иной степени любят покушать, обменяться мнениями и новостями? Ну, естественно, на привозе. Вот он, красавец во всей красе, знаменитый на весь мир привоз. Я сейчас должен вам сказать, что народ сегодня не столько веселый, сколько озабоченный и нервный в условиях жесточайшего кризиса. Поэтому, ну и, как вы сами понимаете, в карман за словом не лезет, за словом не лезет. Поэтому можем нарваться не только на комплимент, но и на крепкое словцо. Я вам скажу по секрету, могут даже и послать. И не только меня. Так, ну, тех-то ладно, а меня-то за что? Ну, ладно, шутки в сторону. Ну, вот так вот у нас будет сегодня такой опрос общественного мнения по поводу безвиза. Да, готовьтесь услышать не только приятное, но и не очень, поскольку я уже сказал, что ситуация в стране не располагает к безмерному счастью. Да, могут и послать, но могут и похвалить. Да, будет все как в жизни, но, собственно говоря, это сама жизнь. Ну, а как вы хотели иначе? У нас все по-взрослому. Итак. Поехали. Поехали.